Гетмовис. Канал для всей семьи. А давай ты как будто постучишься и принесешь мне чай с тортом. Но я же тоже принцесса. Нет, только я. Почему? Потому что я красивая. Мне так мама сказала. Мне вообще все так говорят. Принеси мне чай и торт. Ага, хорошо. Зеленый? Нет, спасибо, мне больше нравится синий. Мам, а я красивая? Хм, сейчас посмотрим. Ну что ж, могу сказать точно. Да, для меня вообще самое красивое в мире. Еве мама сказала то же самое. Ну, кто же тогда красивее? Хм, а давай-ка посмотрим, что вообще такое красиво. Представление о красоте у каждого свое. Например, Леонардо да Винчи нарисовал портрет Муны Лизы, которая считалась самой красивой женщиной эпохи Возрождения. Он увидел красоту в ее улыбке. Понимаешь, Мира, в улыбке. Смотри, в средние века женщины сбривали волосы со лба. Это считалось очень красивым. А во Франции 18 века красивым считалось носить высокие парики, которые дамы украшали фруктами, ягодами и даже клетками с птицами. А в 90-е годы начесывали челки для красоты и ярко красили веки зеленым и синим. Художники умеют видеть красоту вне моды и времени. Мам, ну а сейчас? В наше время как? Вот кукла точно красивая. Может быть. Но представь, если бы мы все были как она. Кажется, Соне не нравится. Мне тоже не очень. Понимаешь, красота у каждого своя. Ведь ты — это ты. И другой такой девочки нет на свете. А еще очень важно, что у тебя внутри. Ты думаешь, у меня внутри красиво? Дай посмотрю. Внутри — это твои поступки, характер, эмоции. Это называют внутренний мир. Кажется, я поняла. Кажется, я поняла. Я испекла яблочный пирог. Будешь кусочек? Буду. А кружечка у тебя есть? Да. Ой, я чуть-чуть пролила. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А знаешь, мы обе красивые. Ага. Потому что у нас красивый внутренний мир. Как это? Да. А ну-ка. and oh-ка. А ну-ка. Подписывайтесь на наш канал! Это просто и важно! А это Соня, наша собачка, это моя мама, блинчики, и папа, мой старший брат, Гоша, а здесь мы любим поговорить! Нет! Нет! Что ты наделала? Нет! Нет! Субтитры создавал DimaTorzok Расстроилась? Обидно? Вот как бывает Мира хотела строить, а Бэйби хотела ломать И обе разозлились, да? А как вы разозлились? Покажите! О, как тигр? Или как мишка? А, как Сонечка! Всем бывает обидно Малышам, детям и взрослым Да-да, вот когда я злюсь, мне хочется ругаться А мне плакать А мне спрятаться в комнате А Соне рычать А мне еще кричать А Бэйби кидаться игрушками А папе... Да что же это такое? Хе-хе-хе У нас очень много эмоций Малышам с ними особенно сложно А потом? А потом взрослеешь И учишься с ними договариваться Как? Хм... А помнишь? Давай помогу Нет, я сама Ай! Глупый шар Это все из-за него У меня никогда ничего не получается Так всегда Меня никто не любит Стоп! Надо подышать и успокоиться Это просто шарф А мама только хотела помочь Помоги, пожалуйста Мы злимся, когда что-то идет не так, как нам бы хотелось Каждая хотела играть по-своему Но случайно друг другу помешали Давайте придумаем игру В которую можно играть вместе Кажется, есть идея Интересненько Я буду строить длинную башню А Бэйби будет ее разрушать Бэйби, вперед! И я буду строить длинную башню Подписывайтесь на наш канал Это просто и важно